Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Уважаемые телезрители, сейчас такое будет! Прямо сейчас на ваших глазах приготовится замечательное вкусное блюдо В исполнении нашего шеф-повара Сергея! Супер-мега-классного аплодисмента! Здравствуйте, отреагируйте как-нибудь! Я возле вас уже сказала 150 слов! Вы мне не даете слова сказать доброе утро, уважаемые телезрители! Доброе утро, Елизавета! Здравствуйте! Сегодня мы с вами приготовим вкусное и необычное блюдо из свинины! Вот она, свинина у нас уже есть на столе! Мы сделаем свиную гармошку с овощами! Гармошку? Звучит, знаете ли, так сказать, интригующе! У нас есть свинина! Это что за кусочек мяса? Это у нас бедро, кусок бедра, ловочек у нас, перец болгарский, помидоры, шампиньоны, лимон, сыр, зелень, прованские травы сушеные, соевый соус, горчица французская, смесь перцев и оливковое масло и 3 зубчика чеснока! То есть можно назвать это блюдо свинина, французская гармошка? Французская гармошка, да! Да, потому что очень много у вас из Франции различных специй и переправ! Хорошо, с чего мы начинаем? Режем мясо! Начнем мы с маринада для свинины! Я поняла, хорошо! В первую очередь мы возьмем чеснок! Я что делаю в этот момент? Вы берете ложку и помогаете мне делать маринад! И стоите за пилот, давайте! Вам соевый соус, оливковое масло! Все по ложке? Нет, по 2-3 ложки масла, можно 5 ложечек! Я нарежу чесночок мелко! Так, соевого 1 ложечка пошла, 2 ставлю, да? Ставьте 3! 3! Оливковое масло, как у вас открывается? Оливковое масло можно 5 ложечек, ложек столовых! Мы сюда же кладем 2 зубчика чеснока! Мешаем! Мешаем это все! Я добавляю специи прованс! Прованские травы немножечко! Сколько? Одну щепотку? Да, ставьте щепоточку трав! Ой! Вот такие специфические! Они так и называются? Вот я в магазин и прошу прованские травы! И меня продавец понимает, да? Да! Замечается! Щепоточку достаточно! Ставим сюда 2 ложки французской горчицы! Французская горчица уникальная горчица! Я горчицу терпеть вообще не могу! Ни в каком виде! А вот эта французская в зернах! Просто замечательная! Берем половинку лимона! И уже можно намазывать на хлеб этот соус и есть! И выдавливаем сок лимона! Лимон размягчит наше мясо! И придаст ему пикантный вкус! Я верна? Да, верно! Видите как? Это я прикидываюсь, уважаемые телезрители, что я не умею готовить! На самом деле я похлеще Сергея! Просто в его распоряжении продукты, понимаете? Все это мы поперчим смесью перцев! И сюда же добавим соль! Берем кусок свинины и желательно его взять, чтобы он был ровненьким! Можно шею использовать! Вы знаете, когда есть мясо в холодильнике, неважно, ровненькое, но не ровненькое, кривоватенькое! Главное, чтобы оно было! И нарезаем мясо, как на стейке, но не нарезаем до конца! Ага! Давайте я уже начну резать овощи! Или пока не стой? Да, нарезайте овощи, можете нарезать шашками шампиньоны! Мы нашу свинину нарезали, вот такая у нас свинина получилась, Елизавета, вы видите? Да, я вижу, я в восторге! И погружаем нашу свинину в маринад! Мы хорошо обваливаем в нашем маринаде свинину! Итак, Елизавета, мы все ингредиенты нарезали, нам осталось собрать нашу гармошку и отправить ее в жарочный шкаф! Давайте собирать гармошку! Мы берем фольгу, выкладываем на рабочую поверхность... Нам столько хватит? Нам столько хватит! А мясо уже замариновалось? Оно у нас в маринаде получается! Так как тут присутствует сок лимона, оно очень быстро замаринуется! Выкладываем на фольгу нашу свинину, посыпаем все это еще немножко нашим маринадом... И выкладываем нашу овощи... Теперь мы берем этот кусок мяса... Ставим его на противень и отправляем в жарочный шкаф, нагретый до 200 градусов на 1 час! Вперед! Вперед, Сережа! Вперед! Уважаемые телезрители, я надеюсь, час ожиданий стоит того, семьи! Вносите мясо сюда! Елизавета, наше мясо запеклось, я немножечко открыл его, посмотрел, запечено оно или нет... Аромат просто безумительный! Безумительный! Это изумительный и безумный! Безумно, да! Безумительный аромат! Это у нас с вами новое слово! Да! Безумительный! Я его сейчас раскрою аккуратненько... Выложим на досочку, посыпем зеленью... Возьми! Все, Елизавета, давайте мы пожелаем нашим телезрителям приятного аппетита еще раз! Приятного аппетита! Всего доброго! И до новых встреч! Всего доброго! Уважаемые телезрители! Детство – это уникальный период в жизни человека! Именно на этом возрастном этапе он впитывает информацию и развивается! А развивается он как физически, так и психологически! И поэтому задача нас, взрослых, создать для этого развития благоприятные условия! И, внимание, чтобы ничего не упустить, в нашем эфире есть специальная рубрика «Взрослым о детях!» И прямо сейчас смотрим сюжет о, внимание, ньютоновской связи! Да, и как ее сделать? И что это вообще такое? Что это вообще происходит сейчас? Дорогие родители и малыши, предлагаю вам сделать своими руками ньютоновскую жидкость! Если вы никогда не проводили таких экспериментов, то вас удивит, насколько он прост в приготовлении и насколько необычен в игре! Мы взяли краски гуашь и сейчас будем растворять их в воде! Кстати, можно использовать пищевые красители, но эффект один и тот же! Теперь нам нужен крахмал! На один стакан крахмала наливаем один стакан уже окрашенной воды и хорошо перемешиваем! Вот и все, ньютоновская жидкость готова! А теперь самое интересное, как же с ней играть? Дело в том, что когда жидкость находится в емкости, она плотная. Но как только оказывается в воздухе, масса начинает течь. Попробуйте скатать твердый шарик, потом перестаньте делать какие-либо движения, и у вас на глазах масса превратится в вязкую жидкость. Если сделать несколько килограммов ньютоновской жидкости, то по ней даже можно пробежаться, и это доставит огромное удовольствие. В движении по поверхности такой массы ты словно ходишь по воде и не тонешь. Но как только перестаешь двигаться, волшебная смесь начинает тебя засасывать вглубь. Если перебирать пальцами по поверхности массы, получается своеобразная пальчиковая гимнастика, развивающая мелкую моторику. И, конечно же, такое развлечение помогает расслабиться и снять напряжение. Кстати, не пугайтесь, если ваш малыш запачкает этой смесью мебель. Она очень легко оттирается от поверхности. Попробуйте сами сотворить такую ньютоновскую смесь. Она доставляет массу положительных эмоций детям и даже взрослым. Лиза, расскажи мне, что у тебя произошло нового в новом году? Денис, это тебе действительно интересно? Ну, совсем немного. Ну, тогда я расскажу тебе самое яркое событие. Ко мне прямо в Новый год пришел маленький кот. Я его с радостью приютила. Тут-то я смотрю, ты вся в царапинке. О, да. Нос твой. Да. Он царапается и кусается, но в то же время он ласковый. Я имя ему дала Иннокентий. И, знаешь, ни капли не жалею. Да, он совсем не породистый. Но в нем, как и в каждом животном, есть что-то особенное, доброе. Я за тебя рад. Уважаемые телезрители, если у вас еще нет пушистого чуда, обратитесь в приют для животных и найдите себе настоящего преданного друга. Если он ласковый, я бы его назвал Май. Был бы у меня ласковый Май. Этим щенкам около четырех месяцев. Жили они на улице. В приют их принесла волонтер. Щенки очень игривые и веселые, с хорошим иммунитетом. Вырастут они небольшого размера. Белые пушистые комочки очень хорошо ладят с людьми и любят внимание. Спокойные и любознательные малыши станут хорошими обсуждать тему единого государственного экзамена и всех, кого она касается. Ведь в этой системе произошли некоторые изменения. Но не беспокойтесь, обо всех новинках мы сейчас и поговорим. Поговорим мы об этом с нашим гостем, директором Центра экспертизы качества образования Министерства просвещения Приднестровско-Молдавской Республики Татьяной Павловной Глушковой. Доброе вам утро. Доброе утро, Татьяна Павловна. Доброе утро. Хочу сказать, что в этом году единому государственному экзамену 5 лет. 5 лет. Мы поздравляем его с юбилеем. Маленький-маленький учитель. 5 лет. А это значит, что уже 5 лет, как наши выпускники, основной формой государственной итоговой аттестации является, вернее, единый государственный экзамен основной формой. А это значит, результаты этого экзамена они могут предъявить в качестве вступительных испытаний в высшие учебные заведения. И, конечно, в течение 5 этих лет форма проведения, порядок проведения менялись, координировались, совершенствовались, конечно, совершенствовались и сами тесты, контрольные измерительные материалы, менялась их структура, содержание вопросов, тематика. Ну и, конечно, всех выпускников всегда волнует, что же их ожидает в новом году. И вот давайте мы об этом и расскажем. Вот. Хочу сказать, что несмотря на то, что за окном только январь, уже с 1 сентября мы готовимся к проведению единого государственного экзамена. Хочу сказать, что уже на данный момент подготовлены все демонстрационные материалы по всем общеобразовательным предметам, чтобы наши участники ЕГЭ могли познакомиться со структурой теста, которые придется выполнять, содержанием этих тестов, увидели задания, уровень сложности этих заданий, увидели время, которое придется выполнить, попробовать, решить, сверить свои ответы с ответами контрольными. Они могут с этим ознакомиться непосредственно в школе, либо, может, в интернете где-то посмотреть? Сейчас я скажу. У нас существует информационный портал единого государственного экзамена, который также из года в год совершенствуется. И вот вся информация, которая касается проведения единого государственного экзамена, она вся отражается на этом портале. Поэтому демо-варианты уже с 1 ноября в открытом виде размещены на этом портале. Более того, мы решили в этом году не менять структуру тестов. А это значит, мы дали в открытом виде все демо-варианты и все варианты предыдущего года, чтобы на их основе можно было также готовиться. Более того, на нашем сайте размещен открытый банк заданий. Те тесты, которые будут готовиться в этом году и будут предоставлены нашим участникам единого государственного экзамена, они состоят из ряда вопросов разного уровня сложности. И вот все вот эти задания, плюс дополнительные еще, размещены в открытом банке. И если выпускник, предположим, готовится по какому-то предмету, ему нужна история в качестве предмета для поступления, у него для этого есть огромный банк заданий, тестов этого года. И если он их выполнит, просмотрит, при этом он увидит демонстрационный вариант, поработает с тестами этого года, я думаю, что он блестяще сможет сдать единый государственный экзамен по тому предмету, который ему нужен. То есть все, что необходимо для подготовки, на данный момент сформировано. Более того, мы в этом году на нашем информационном портале организовали обратную связь. А это значит, да, это значит, любой участник ЕГЭ, родитель, педагог, может задать вопрос и в течение суток получить квалифицированный ответ, как по порядку, так и по содержанию тестов. Любой вопрос, который интересует наших преднестровцев. Всё, что касается всех предметов, мы всё оставляем на уровне прошлого года. А вот что касается математики, а это именно тот предмет, который вызывал постоянные-постоянные какие-то... Проблемы. Да, возле математики ходит постоянно много проблем. Поэтому с этого года математика будет... Экзамен по математике будет проводиться по двум уровням. Первый уровень – это базовый. А это значит, что результаты данного экзамена будут использоваться как результаты государственной итоговой аттестации, то есть оценка. Второй уровень – это профильный. Результаты сдачи этого экзамена могут быть засчитаны в качестве результатов государственной итоговой аттестации, а также в качестве вступительного испытания по математике в учреждение высшего профессионального образования. То есть если наш выпускник планирует свою дальнейшую профессиональную деятельность связать с математикой, предположим, с техническими науками, то, конечно, ему необходимо будет выбрать профильный уровень экзамена по математике. Мы позволяем выпускнику выбрать два уровня – базовый и профильный. Предположим, сдача базового уровня позволит ему получить достаточно высокую оценку для аттестата. А профильный он может сдать для того, чтобы иметь возможность поступать в высшее учебное заведение. С 1 февраля по 1 марта начинается очень важный этап. Этап – серьезная работа по подаче заявлений на сдачу единого государственного экзамена. Именно в этот период идет подача заявлений. И для того, чтобы в заявлении выбрать те предметы, которые необходимы для поступления в высшее учебное заведение, у них и есть правила и порядок приема у наших выпускников. Заявления подаются выпускниками текущего года в школе на имя директора. Обучающиеся системы среднего и начального профессионального образования подают заявление у себя в учебных заведениях. Выпускники же прошлых лет, которые также хотят в этом году поступать, они имеют на это право, они подают заявление в Управление народного образования города и района, на базе которого они хотят сдавать экзамен. Спасибо вам огромное, что вы к нам сегодня зашли в гости. И, уважаемые телезрители, если вдруг вас еще какие-то вопросы интересуют, которые мы сегодня не успели поднять в нашем утреннем эфире, есть сайт информационного центра Единого государственного экзамена, где есть обратная связь, и вы можете там задать любой интересующий вас вопрос. Вам еще раз спасибо, и можете пожелать что-нибудь нашим телезрителям на сегодняшний день. Хочу пожелать нашим телезрителям, конечно, хорошего дня, доброго, хорошего дня. Я хочу пожелать, что несмотря на вот эту холодную погоду, которая сейчас у нас на улице, чтобы в ваших сердцах было тепло, светло и солнечно. Дети обязательно будут образованы. Спасибо вам большое. Детям привет, готовьтесь к экзаменам, это очень важно, учение свет. Спасибо вам большое. Мы вам дарим подарок от наших друзей, компании. Тианде. Да, благодарим вас за продуктивную беседу и за информацию. И желаем вам хорошего дня. Спасибо большое. Воспользуйтесь эколинией от компании Тианде. Турмалиновые экосферы сделают процесс стирки эффективным, экономичным и, главное, экологически чистым. Моющее средство экосфера не содержит одушек, легко смывается водой, не сушит кожу рук. Натуральные компоненты обеспечат чистотой безопасность. Ждем вас по адресу. Город Террасполь, бизнес-центр «Победа», первый этаж. Телефоны для справок. Три семерки 16 842. 779 74 733. Тяжелые. Совершенно неинтересные. Неактуальные. Занудные. Банальные. Скучные. Неказистые. Ну, в общем, если на экранах телевизоров транслируется сплошная тягомотина, это значит, вы смотрите неправильные новости. То ли дело наши легкие, они уже в эфире. Смотрите и убеждайтесь. В Гонконге около 300 любителей йоги в компании со своими четвероногими друзьями установили мировой рекорд посещаемости совместного занятия йогой. Прежнее достижение на такого рода мероприятие установлено в прошлом году в США. Рекорд ожидает официального утверждения в книге рекордов Гиннесса. В Мексике вулкан Калима выбросил столб пепла высотой 2,5 километра. При безоблачной погоде за извержением вулкана могут наблюдать жители всех окрестных населенных пунктов. Австралиец Джош Керр на мексиканском полуострове Баха выиграл мировой тур большой волны. На этом турнире серферы сравниваются на волнах с минимальной высотой в 30 футов, а это более 9 метров. Владимир Путин предложил евреям переезжать в Россию из Европы, которую они все чаще стремятся покинуть из-за нарастающего антисемитизма. Последнее время в Европе участились нападения на евреев. Террористические атаки на еврейские общины происходили также в Тулузе, Брюсселе, Париже и Копенгагене. Даже если мир начнет рушиться, как в фильме «Конец света». И если перелетят НЛО и захватят нашу планету. Или наступит ледниковый период. Либо наоборот глобальное потепление и возродятся динозавры. В этой рубрике всегда все будет хорошо. Потому что это самая добрая часть нашей программы. Гороскоп, друзья. Мотивация на удачный день начинается. Овен. В этот день представители знака особенно обаятельны и общительны. У овнов не возникают проблем с поиском союзников. Каждый готов предложить помощь и поддержку. Тельцы блестяще справятся с решением сложных задач. Быстро решаются домашние проблемы. Вы легко справляетесь с бытовыми трудностями. День подходит для приема гостей. Близнецы. Важно следить за порядком во всем. Любая ваша небрежность, неаккуратность будет на руку недоброжелателям. Могут напомнить о себе какие-то проблемы, которые вы давно считали решенными. Рак. Не ленитесь. День как будто специально создан для того, чтобы трудиться, не покладая рук. Награда не заставит себя ждать и почти наверняка превзойдет ваше ожидание. Лев. Вы быстро завоевываете симпатию и расположение тех, с кем имеете дело. Не бойтесь сложных задач. С их решением вы справитесь просто блестяще. Возможно заключение выгодных сделок. Дева. День наверняка будет необычным. Вы сделаете для этого все возможное. Удачны новые проекты, а вот старые едва ли удастся довести до конца. Отнеситесь к этому спокойно. Вреда от небольших задержек не будет. Весы. Работа принесет вам удовлетворение. Это не лучшее время для общественных мероприятий. Вы заняты поисками ответов на волнующие вас вопросы. Настроение обещает быть всегда на высокой отметке. Скорпион. Очень благоприятный день для общения. День приносит хорошие новости, касающиеся семьи и друзей. Возможно, перемены к лучшему в личной жизни. Проявите инициативу. Это пойдет на пользу и вам, и окружающим. Стрелец. Очень хорошо этот день подходит для покупок. Все, что вы приобретаете, оказывается полезным и нужным. Обратите внимание на удивительные совпадения. Это подсказки судьбы, которые помогут вам принять правильное решение. Козирог. Благоприятное время для общения и новых знакомств. Можно обсуждать важные вопросы, искать компромиссы. Воздержитесь от крупных покупок. Постарайтесь вести к минимуму незапланированные расходы. Водолей. Представители знака предусмотрительны и осторожны, что позволяет им избежать многих проблем и недоразумений. Кроме того, в этот день водолеи дают отличные советы. Те, кто к ним прислушается, будут очень довольны. Рыбы. Не спешите принимать решения, касающиеся финансов. Сегодня вы должны быть особенно осмотрительны. Во второй половине дня возможны щедрые подарки и приятные сюрпризы. Придумывать подводки к этой рубрике – одно удовольствие. Мозг работает, как старенький процессор. Со скрипом. Хочется соответствовать тому, о чём говорится в этой рубрике. Но не всегда получается. Но мы отдышимся и вновь начнём придумывать гениальные вещи. А пока передышка и наше техношествие. Всем привет! Меня зовут Александр Зиненко. Сейчас начнётся техношествие. Единственная рубрика, после просмотра которой становишься на сантиметр выше и чуточку умней. Согласитесь, на сегодняшний день виртуальная реальность уж сильно ограничена. Пока что это только красивая картинка в громоздких очках. Но совсем скоро всё кардинально изменится. Привнести в виртуальный мир живые движения поможет кресло We Are Go. Специальные сенсоры устройства реагируют на наклоны и повороты. Тем самым позволяя персонажу в игре совершать похожие действия. Bluetooth-датчик, встроенный в We Are Go, позволяет креслу одновременно взаимодействовать с приставкой, очками и джойстиком. Компьютерный предмет мебели весит 4 килограмма. Он был разработан таким образом, чтобы не опрокидываться. Его легко переносить с места на место, и он не требует много свободного пространства. Внутри также имеется отсек, в котором можно хранить игровые принадлежности. Если по ночам к вам стало частенько заглядывать бессонница, то выгнать нежелательную гостью поможет Sleep Cognit. Изобретения Ричарда Миллса воздействуют сразу на три органа чувств. Слух, зрение и осязание. В первую ночь прибор, напоминающий лампу для чтения, замеряет при помощи сенсоров в портативном контроллере сердечный ритм пользователя, влажность, температуру и освещение в комнате, чтобы впоследствии, опираясь на все эти данные, должным образом снижать сердцебиение владельца до 50 ударов в минуту для обеспечения спокойного сна. Рамка, что размещается над головой, мерцает различными успокаивающими цветами, со временем тускнея и сокращая частоту. Встроенные динамики проигрывают фоновую музыку, а контроллер начинает вибрировать, что постепенно заставляет пользователя расслабиться. Если в мобильном приложении установить будильник, то за полчаса до указанного времени Sleep Cognit начнет бережно будить вас, загораясь цветами восхода. Как утверждают создатели, тестирование прибора в университете Sheffield Calum показало 50% улучшение качества сна и 40% увеличение его длительности. Кстати, на краудфандинге можно заказать устройство по цене 150 долларов экземпляр. Единственное, что отделяло вчерашний день от того, в котором Терминатор одержал победу и, может быть, выдвинулся на пост губернатора мира, это умение роботов ездить на мотоцикле. Кто бы мог подумать, что этот день уже настал. Имя первого робота-мотоциклиста – Мотобот. Изготовила его компания Yamaha. Начиненный с сенсорами, робот крепко держится в седле R1M, но это не единственное из его умений. Особое строение позволяет ему самостоятельно крутить ручку газа, поворачивать руль, пользоваться ручными тормозами, сцеплением и сжать на педаль переключения скоростей. Пока что на крутых поворотах Мотобот заваливается на бок, поэтому для предотвращения опрокидывания к мотоциклу была приделана пара страховочных колес. Yamaha не планирует выпускать своего механического гонщика на арену вместе с людьми. Их главная цель – улучшить качество мотоциклов и повысить их безопасность. Для рекламы Мотобота Yamaha пригласила легендарного итальянского гонщика Валентина Росси, с которым роботу явно еще рано тягаться. Таким вы увидели технашествия сегодня. Всегда старайтесь делать чуточку больше, чем хотите. Короче, Склифосовский. Нам всегда было интересно, откуда взялась эта фраза и как она связана со знаменитым хирургом. Популярность ей принес кинофильм Гайдая «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика». Но к деятельности великого врача, а также нашего земляка, она никаким образом не относится. В рубрике «Наш человек» Николай Васильевич Склифосовский. Наша Пренестровская земля богата талантами, но среди них наиболее известны это имя Зелинского, имя Склифосовского, имя Берга. Но имя Склифосовского особенное в этом ряду, потому что все-таки это выдающийся деятель медицины, хирург военно-полевой. Это человек, который очень много сделал для организации медицины. Если учесть, какие сложные препятствия на этом пути ему пришлось преодолеть, то преисполняешься глубоким уважением к этому человеку. Николай Склифосовский родился в 1836 году на хуторе «Карантин». Сейчас это село Зержинское под Дубосарами. У его отца, мелкого чиновника, не было средств на содержание всех 12 детей, поэтому младших отправляют в одесский приют. С рождения, находясь в условиях нищеты, мальчик решает стать врачом. У них стабильный достаток, приятно пахнут руки мылом, которого не было дома. А еще есть возможность бороться со смертью. Понимая, что рассчитывать его можно только на себя, он учился совершенно самоотверженно и очень результативно, окончил гимназию с серебряной медалью. Затем последовал Московский университет, куда он был направлен как стипендиат Одесской городской думы и сдал там все экзамены на отлично, кроме двух, которые сдал на хорошо. После окончания работы он возвращается в Одессу и некоторое время возглавляет хирургическое отделение одной из больниц. Во время стажировки в Европе Склифосовский понимает, что российским хирургам нужно еще многому научиться. Позже, работая полевым врачом, впервые выдвигает идею о создании санитарных поездов. Во время этой русско-турецкой войны приходилось очень много работать. Известно также, что он однажды несколько суток не выходил из операционной, и потом, когда подвели итоги, оказалось, что он оказал помощь нескольким тысячам раненых. И, естественно, будучи в гуще событий, будучи человеком организованным, четким, ответственным, понимающим, что иногда от скорости оказания помощи, от ее качества зависит жизнь человека, он изложил свои соображения о том, как надо организовать эту помощь, кого нельзя перемещать с особенно сложными ранениями, связанными с большой кровопотери, кому оказывать помощь на месте, кого в ближние тылы. Склифосовский не только родоначальник военно-полевой хирургии. Еще он первый в России начал заниматься полостными операциями, которые до сих пор считаются сложными. Он заставил по-новому взглянуть на оказание экстренной медицинской помощи, поэтому не случайно его имя носит неискорой помощи в Москве. Неоднократно ему предлагали стать главврачом, но от этой должности деликатно отказывался, предпочитая работу в операционной. Несомненно, человек взаимосвязан с природой и даже иногда реагирует на погодные изменения. Либо кости болят, либо поясницу ломит на магнитный путь. В общем, это важная тема. Прямо сейчас будет обсуждаться в нашей студии. И у нас в гостях участковый терапевт Елена Ивановна Дольникова. Доброе вам утро. Доброе утро, Елена Ивановна. И расскажите, насколько человеческий организм подвержен влиянию каких-то погодных изменений? Как вы и сказали, человек является частью природы, поэтому непосредственно взаимодействует с окружающей средой и реагирует на атмосферное давление, повышение температуры воздуха, влажность, солнечную радиацию, магнитные бури различные, изменение магнитного поля Земли. Эти проявления могут быть в лёгкой, средней степени тяжести и тяжёлой. Значит, в лёгкой степени могут проявляться просто головными болями, раздражительностью, нарушением концентрации внимания. В средней степени уже проявляются такие симптомы, как повышение давления, головные боли, сердцебиение, нарушение ритма сердца, головные боли, сильные головокружения, также остеоневротические синдромы, бессонница, может быть, боли в суставах. Это средняя степень зависимости, да? И в тяжёлой у нас что происходит, вообще встать не можем. В тяжёлой степени уже это проявляется в основном у хронических больных, которые длительно болеют. Как себя обезопасить, зная о том, что будут какие-то изменения на солнце, обычно магнитные бури, похолодание резкое? Как себя обезопасить? Если человек уверен, что это просто метеозависимость, не какое-то заболевание основное, то есть тут здоровых людей. Можно просто принять успокоительное, если нервничаешь, витаминотерапия. Активированный уголь можно принять. Да, на всякие пожарные, как в лагере давали. Да. От всех болезней. Вот. Значит, можно заняться физкультурой, спортом, то есть закаливающие процедуры, какие-то физические в спортзале упражнения, климатические условия, то есть поехать на море. А к врачу снова это обращается? Можно физиопроцедуру. Если это просто метеозависимость, то это не считается заболеванием. То есть оно проходит во время изменения погоды, эти проявления будут, а в других случаях они просто с восстановлением погоды уже всё проходит. А какие факторы могут влиять? То есть, например, жара, холод, атмосферное давление? Значит, как влияет холод на организм человека? То есть идёт спазм сосудов. В основном действует это всё на больных с заболеванием сердечно-сосудистой и нервной систем. Сосуды спазмируются, нарушается питание отдалённых тканей организма, идёт нарушение свёртываемости крови, то есть идёт склонность к тромбозам. И как в результате этого может даже быть инсульты, инфаркты при резких перепадах атмосферного давления. На больных с легочной патологией в основном действуют симптомы с повышенной влажностью. И также холодовые, потому что идёт обострение инфекционных заболеваний. То есть активируется микрофлора, которая вызывает различные заболевания. То есть люди, которые подвержены холодовым условиям, работают, например, в таких условиях на холоде и повышенной влажности, у них часто идёт обострение заболеваний. Они более восприимчивы к этим? Да. Часто бывают синуситы, риниты, бронхиты. Такая патология. Жара, наоборот, идёт повышенное потоотделение организма. И, как следствие, с потом выделяется большое количество у нас теряется солей, минералов. Поэтому надо восстанавливать. Ну, мы надеемся, все будут... Пьём витамины, закаляемся и не болеем. Делать профилактику, да, и не болеть. Спасибо вам огромное, что вы сегодня нас посетили. И можете пожелать что-нибудь нашим телезрителям на сегодняшний день? Быть здоровым, закаляться, принимать витамины. Самое главное. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Мы вам дарим подарок от наших друзей, не метеозависимых и всегда вовремя, компании. Тиан, да? Возьмите, пожалуйста. Спасибо вам большое за совет. И телезрители... Хорошего дня. Хорошего дня. Компания Тианде предлагает эксклюзивную серию средств по уходу за волосами. Инновационный комплекс Биорехаб помогает восстановить ослабленные поврежденные волосы, предотвращает выпадения и стимулирует рост новых волос. Комплекс Биорехаб от Тианде – активатор жизненной силы и роста ваших волос. Телефоны для справок. Три семерки, 16 842, 779-74-733. Ждем вас по адресу. Город Террасполь, бизнес-центр Победа, первый этаж. Я уверен, что практически у каждого из вас, у нас, у наших операторов часто устают глаза. Потому что мы постоянно утыкаемся в экраны телевизоров, телефонов, ноутбуков, компьютеров и наивно полагаем, что это не приносит нам никакого вреда. Еще как приносит, и поэтому необходимо делать специальную гимнастику для глаз. Мы понимаем, что вообще слово «гимнастика» для многих не имеет никакого значения. Поэтому мы вас сейчас с ним познакомим. Гимнастика для глаз. Начнем с малого, а там перейдем и к бегу, и к зарядке, и к холодному душу. К ледяному душу. Миллионы людей проводят свой рабочий день перед экраном монитора. Причем, придя домой, многие продолжают занимать свободное время все тем же компьютером или планшетом. Одновременно с проникновением компьютерных технологий в нашу жизнь возникла медицинская проблема, которую офтальмологи назвали компьютерный зрительный синдром. Считается, что если люди ложатся вместе с курями и просыпаются с петухами, то зрение у них всегда будет хорошее. Сейчас, к сожалению, основная нагрузка ложится во второй половине дня. Оптимальная нагрузка в первой половине дня. Поэтому вторую половину дня мы рекомендуем, как говорится, выделить уже для отдыха глаз. Если же мы сидим где-то после 9-10 часов, продолжаем работать с источниками освещения, это основной такой опасный период, который мы должны исключить. По продолжительности работы считается, что нормальный человек, взрослый, более 4 часов с компьютером не должен работать. Все, что выше 4 часов, приводит к избыточной нагрузке на определенные структуры глаза. Мышцы глаз начинают уставать от постоянного напряжения, что может вызвать боль или спазм. Специалисты подсчитали, что человек должен моргать каждые 5 секунд, то есть 11 тысяч раз в день. Однако из-за того, что человек сосредоточен на экране, веки смыкаются в 5 раз реже, поэтому приходится напрягать глаза, что негативно влияет на зрение. Считается, что 40-сантиметровая дистанция является самой опасной и ближней к любому источнику света. Если это расстояние увеличивается до 3-5 метров, то опасность резко уменьшается. На компьютере это невозможно, поэтому нужно работать с источниками света, то есть с качеством экранов, с его освещенностью, контрастностью и защитными приспособлениями, которые могут позволить минимизировать влияние излучения компьютера. Усталость, чувство песка в глазах, покраснение – первые симптомы нарушения зрительных функций. Если в течение рабочего дня вы чувствуете раздражение и дискомфорт в глазах, то смело начинаете делать гимнастику для зрения. Кстати, она существует. Упражнения помогут снять усталость и укрепить глазные мышцы. Мы, допустим, рекомендуем больным, у которых возникают условия для развития близорукости, тренировки, связанные с расслаблением и аккомодацией. Это, допустим, тренировки с меткой на стекле. Через каждые 30-40 минут смотреть вдаль 2-3 минуты. Либо садиться в метре от стекла и фиксировать взгляд на наклеенную бумажку на стекле по 10 секунд и расслаблять аккомодацию, смотреть вдаль тоже 10 секунд. Так, сменяя точку фиксации взора по 10 секунд на каждом близком объекте и дальнем, в течение 10 минут можно снять вот этот спазм, который наступает от глазных мышц после длительной зрительной нагрузки. Помните, что не следует за один раз делать много повторений. В перерывах специалисты рекомендуют быстро моргать, после чего на несколько секунд закрыть глаза. Кстати, тем, у кого нет возможности выполнять гимнастику на рабочем месте, на телефон можно установить приложение с комплексом упражнений для коррекции звенья. Таким образом, выполняя ряд простых заданий, можно навсегда избавиться от раздражения и усталости в глазах. Без него никуда. Оно же такое приятное, такое милое и всегда с тобой в нужное время. Как я полагаю, Лиза сейчас имеет в виду постельное белье. И не даром она так трепетно о нем говорит. Для нее же это что-то прямо такое вот... Настолько такое, что даже она напросилась на съемку, чтобы посмотреть, как это белье производится. Зато я сплю крепко, и сны у меня хорошие наверняка во многом благодаря постельному белью в 3D-эффекте. Практически каждое утро нам тяжело расставаться с теплой постелью. И несомненно, придает уюта нашему спальному месту красивое постельное белье. И вот мы уже в цехе, где раскраивается ткань всевозможной расцветки и структуры. На этом производстве популярны два вида ткани. Это бязь и перкаль. Процесс изготовления постельного белья начинается, естественно, с раскройного участка. Ткань поступает в раскройный участок, стелется и раскраивается. А какие размеры? Размеры у нас разные. У нас от полуторного комплекта, полуторноспального, правильно, до евро стандарт. На огромном столе для раскройки невероятного размера рулоны ткани с помощью острых ножей превращаются в отрезки нужного размера. Процесс технически слаженный и довольно быстрый. Спустя несколько минут мы увидим, как появляются куски ткани на пошив пододеяльника, простыни и наволочки. После того, как мы раскроили полотна ткани, мы отправляемся в швейный цех. И уже полученный нами крой, в будущем это великолепный пододеяльник, мы отдаем в руки профессионалов и под лапки швейных машин. У каждой швеи есть своя задача. Вот здесь обрабатывается ткань с подгибом по краю в 3 сантиметра для пошива пододеяльника, в зависимости какой будет вырез для одеяла. Пододеяльник застрачивают с трех сторон. Для простыней напротив подгиб размером в 1 сантиметр. Строчки появляются просто молниеносно. Все доведено этими прекрасными швеями до автоматизма. Детали сшиваются, и мы уже можем разглядеть готовое постельное белье. Вот расскажите про пододеяльники. То есть каким образом обрабатываются края? Имеют очень много обработок разных. Чисто с конструктивной точки зрения и чисто с эстетической точки зрения. Пододеяльники разные, с разными застежками. Застежка на петли и пуговицы. Вот в данный момент образец лежит у нас с застежкой на петли и пуговицы. Есть еще молнии, есть еще щель, обычная щель. Но этот вариант мы применяем для более дешевых тканей, бязевых. Для удобства на пододеяльнике, а зачастую на наволочках, пришивают пуговицы. Закрепляются они обычно на этом чудо-аппарате со скоростью звука. Вот бы дома была такая машина. Ранее мы уже говорили, что расцветки постельных принадлежностей бывают разные. Но восклицательный знак хочется поставить рядом со знаком 3D. Это просто писк моды, внедрение новых технологий и безумно красиво. Сейчас в моду входят пододеяльники и вообще постельное белье. Вообще рисунки. С таким значком 3D. Что это такое? Общие понятия. Расскажите, пожалуйста. Это рисунки объемные. Их можно сравнить с фотопечатью? В промышленной стиле. В производстве они называются фотопечать. Это вот живые цветы. Это не рисунок, это фото. Его фотографируют и наносят на ткань. То есть это приближено к реальности? Конечно. Это реальные цветы, реальные розы. Хорошо. А вот расскажите, краска, я так понимаю, используется... Активная печать. Есть несколько видов печати. 3D-печать в нашем случае чаще используется на перкале. Краска выносливая и не слезет с первой стиркой. Как обещает производитель, цвета останутся яркими, рисунок объемным, а ткань мягкой и приятной, без каточков и заминок. Стоит оно дороже, но это того стоит. Кстати, пока мы любовались эффектом 3D, постельные наши пошили и уже начали упаковывать. Хотелось бы подчеркнуть, что это тоже непростой процесс. Только посмотрите, как мастерские белье таких габаритов складывают в аккуратную коробку. Спасибо. Уважаемые телезрители, ну просто невооруженным главным видно, что я держу в руках качественное изделие, выполненное из перкали с нанесением 3D-рисунка. Оно обязательно порадует кого-то и подарит хорошее настроение в таком виде. Оно попадает на прилавки. Ну а пока это постельное белье порадует меня. Хорошего вам дня. Он у нас такой один. Мало того, что дворец, так еще и республики. Как гордо звучит. За свою биографию он видел многих высоких гостей. На его сцене выступало множество артистов. В его кабинетах эти артисты занимались, оттачивая свое мастерство. Говорить можно много, но мы не будем. Лучше посмотрите сюжет. Лучше. Здание, которое знает, наверное, любой приднестровец, на нем надпись «Творец республики». Но начиналось оно не как общегосударственное учреждение республиканского уровня, а как дворец культуры швейников, дворец культуры ПШО имени 40-летия в ЛКСМ. Это было непросто. Существует городская легенда, я ее знаю от людей, которые имели к этому отношение, что если бы не помощь Фурцевой, министра культуры, которая была депутатом Хроноса СССР, вот как раз от Тирасполя, то это здание никогда не появилось, потому что в порядке вещей были дворцы, дома культуры, предприятия тяжелой промышленности. А предприятия легкой промышленности, как правило, на это рассчитывать не могли. Но решение было принято, здание начали строить, и 8 июля 1972 года в кабинете Валентины Сергеевны Соловьевы состоялось подписание акта о сдаче этого здания в эксплуатацию. Название ему придумали швейники. Ну, был такой подан клич, давайте придумаем ему название. Название «Современник». Многие из сироспальчан постарше говорят, тебе где выходить? Да там вот, у «Современника». И что это здание действительно вписалось и в нашу современную жизнь. Сегодня, в постсоветское время, это дворец республики, и в нем работает и государственная служба по культуре, и учреждение республиканского уровня, и симфонический оркестр, и государственный хор, и цирк, и ансамбль «Виорика». И сегодня здесь происходят самые важные события. И здесь бывали самые разные гости. И балетные, и оперные труппы, и гастроли джазовые, и гастроли гостей из дальнего зарубежья. И это действительно место нашей республиканской культуры. Денис, ты много знаешь видов кофе? Да, эспрессо, латте и три в одном. И все? Ну, я просто чайная голова, и очень редко могу выпить чашечку кофе. Но бывает она очень кстати. Знаешь, вот у меня есть такие знакомые, которые без кофе, они просто не могут начать свой день. Нет кофе, все, день испорчен, он пропал, он ни к чему. Я представил сейчас, как можно писать, например, в объяснительной. Не приехал на съемку, потому что незачем жить. И работать в таком мире, где с утра нет чашки кофе. Да, и самое забавное, что тебя понимают и тебе сочувствуют. Да, да, да. Наш следующий сюжет поможет разобраться в том, какие виды кофе существуют. Знаешь, я бы хотел жить в мире, где вот такие объяснительные можно писать. Да, мир чудес. Вот скажите, что может быть лучше, чем чашечка бодрящего кофе с утра? Особенно, если день уже не задался и вы слегка проспали. Конечно, в этом случае времени на приготовление ароматного напитка не останется, потому, скорее всего, придется забежать в ближайшую кофейню. И представьте такую ситуацию. Перед вами прайс-лист, но среди заморских названий вам понятно только одно слово – кофе. Так что же выбрать? Американо, эспрессо, латте, капучино, сливочный капучино, есть оранж-капучино. Это идет апельсиновый фреш вместо взбитого молока. Сладкий кофе есть, сникерс-кофе, раф-кофе, латте – очень сытный напиток, глиссе по-венски. Для любителей напитков покрепче предлагаем обратить внимание на классический эспрессо. Не удивляйтесь, что вам подадут его в маленьком стаканчике, а самого кофе будет практически на донышке. Кстати, по традиции эспрессо выпивается в первые 30 секунд после приготовления, когда раскрывается весь аромат напитка. Эспрессо мы подаем в такой стаканчик. Это очень насыщенный кофе, идет насыщенный вкус. То есть, лучшие недели кофе предпочитают эспрессо. Туда идет 30 мл кофе. По желанию добавляем сахар, сливки и чуть-чуть молочка. В Италии считается, что кофейный ритуал – это событие, которое регулирует весь распорядок дня. Потому, если 30 секунд вам недостаточно, чтобы насладиться напитком, обратите внимание на эспрессо по-американски. Не такой крепкий, но не менее вкусный. Американо отличается от эспрессо, что он подается вот в такой стаканчик. Там идет чуть больше водички, подается 30 мл кофе. Можно половинку воды, можно две трети водички. Можно еще горячее молоко, либо холодное. Ну и сахар, сливки по вкусу. Есть разные сиропы. Это можно малина, клубника, орех, корица. Можно вот маршмеллоу добавить. Все, что хотите. Разные есть вкусы. А вот любителям совсем легких и сладких кофе определиться с выбором будет сложнее. Латте, капучино, глиссе, макеата или же совсем необычный кофе-десерт по-тираспольски. Тут уже зависит только от того, каким настроением вы хотите раскрасить свой день. Кофе по-тираспольски это наш напиток. Это идет, подается в такой стаканчик. Идет двойная порция эспрессо, это 60 мл. Сахар по вкусу, любой сироп на ваш вкус. Взбитое молоко и сверху украшается взбитыми сливками и кофейными зернами. Латте тоже подается в такой стаканчик. Очень, повторюсь, сытный напиток. Идет 30 мл кофе. Взбитое горячее молоко с пеной. И украшаем его разными узорчиками. Как вы, наверное, заметили, в основе любого кофе-напитка лежит порция эспрессо. Отличается лишь наполнителями и объемом. Потому при выборе кофе дня помните одно. Чем меньше стаканчик, тем бодрее начнется ваше утро. А наш розыгрыш призов не имеет просто границ и логического завершения. Мы все время разыгрываем призы. И прямо сейчас Денис достанет приз. Какой у нас сегодня? Dance and karaoke club in touch. Да, уважаемые телезрители, чтобы выиграть этот сертификат, вам нужно правильно, а главное быстро ответить на наш следующий вопрос. Где родился знаменитый ученый Николай Склифосовский? Ответы присылайте к нам на почту утрособака.пгтрк.ру и вот этот вот прекрасный пригласительный билет на две персоны от караоке и танцевального клуба «Винтаж» отправится вам. До следующей недели! Все, пост приняли, пост сдали. Завтра вас отправят в выходные наши любимые коллеги Дмитрий Доброкотов и Екатерина Орлова. Ну а мы, солнечные снежные зайчики утреннего эфира Елизавета Терещенко и Денис Кириллов, прощаемся с вами. Хорошего тебе дня, Республика! Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова